SCP-184 Агентам следует сообщить об этом в зону содержания SCP-184 и ограничить доступ посторонних до восстановления работы электромагнита. Зона содержания SCP-184 на данный момент оформлена в виде парка, а сам магнит с SCP-184 на нем замаскирован под художественную инсталляцию. За всеми, кто входит в зону содержания, следует вести наблюдение. Все здания, подвергнутые воздействию SCP-184, следует разрушить после инспекции. Данные удалены. Эта комиссия также принимает решение о разрушении зданий или присвоении ему классификации SCP. Исследовать таковые здания без санкций и находящиеся в готовности запасной спасательной группы запрещается. Описание SCP-184 это небольшой гладкий металлический объект, 10 см в высоту и 10 в ширину, имеющий форму додекаэдра. В центре каждой грани находится круглое отверстие, а к каждой вершине прикреплен маленький шарик. SCP-184 сделан из неизвестного, но хорошо магнитящегося сплава, по прочности равного латуни. Находящийся в помещении SCP-184 увеличивает его внутренние размеры. При этом внешние размеры не меняются. SCP-184 увеличивает размеры любой замкнутой постройки на несколько десятков квадратных метров в день. Эффект проявляется через час после попадания SCP-184 в помещение. Поначалу SCP-184 только раздвигает стены, увеличивая площадь комнат, но не меняя высоту потолка. Расширение продолжается до утроения изначальной площади. После этого SCP-184 начинает создавать новые комнаты. Судя по всему, SCP-184 способен копировать предметы внутри помещения и создавать мебелированные комнаты, соответствующие по виду остальному помещению. Через некоторое время в процессе расширения появляются искажения. Например, появляются предметы, сделанные из неподходящих материалов. Стеклянные книги, деревянная микроволновая печь и тому подобное. Комнаты приобретают странную форму, за дверями появляются голые стены, а коридоры становятся крохотными или превращаются в извилистые лабиринты. Чем дальше заходит процесс, тем более странными будут созданные SCP-184 помещения. Внешний вид постройки при этом не меняется. Этот эффект ярче всего проявляется в домах, но наблюдается и в других случаях, например, в картонной коробке. После извлечения SCP-184 из помещения процесс прекращается, но все созданные помещения при этом остаются. Примечание SCP-184-1. Заметки у доктора. Думаю, не стоит лишний раз говорить о том, что эту штуку ни при каких обстоятельствах нельзя вносить в зону 19. Когда-нибудь нам могут понадобиться другие условия ее содержания. Но пока что пусть постоит тихо под открытым небом, спрятанное у всех на виду. Примечание 184-38РБ. История захвата объекта. SCP-184 был найден в городе-крепости Ко-Улун в июне 19... Слухи о странном и очень быстром разрастании города привлекли внимание оперативников фонда, которые вскоре узнали о SCP-184. Объект находился в руках данной удлины. После нескольких полицейских облав в город была выслана МОК-ЗТ-9, которая и захватила SCP-184 с минимальными потерями. Итог воздействия SCP-184 на сам город и его жильцов может так и останется неизвестным, поскольку опрометчивые действия местных сил охраны правопорядка привели к разрушению нескольких измененных частей города. Вмешательство фонда было несколько запоздалым. Опрос местных жителей результатов почти не дал. Практически всегда ответом была всеобщая стена молчания. Судя по нескольким документам, SCP-184 можно было принести к себе домой и подвергать его воздействию свою жилплощадь за 50 футов стерлингов за полчаса. Местные жители не подтверждают полученную из этих документов информацию. Примечание 184-38 РБС. Приложенная документация. Дневник Гордона Ричардса, сотрудника мобильно-оперативной группы ЗТ-9 Кратокрысы. Дата. 0-3 июня 1900... Выехали на задание в город-крепость Каулун на поиске объекта и документации всего, что попало под его воздействие. Никогда такого жуткого места не видел. Повсюду грязь, стены и целые постройки, сделанные из мусора. Если хоть на секунду откроешь костюм, на тебя наваливаются запахи дыма, стрепотни, пота, машинного масла и испражнений. Генри сломал настил, сделанный из мусора, и упал в выгребную яму на первом этаже. С ним все в порядке, костюм заморался, но парня стошнило и пришлось его оставить. Не знаю, что с ним дальше делать. Нас тут сторонятся, как чумы. Некоторые кидаются мусором или бранью. Это стая, и она защищает свою территорию. Эта бесчеловечность угнетает. Очень хорошо, что между ней и мной находится костюм. Объект должен быть где-то в центре этого скопления. Но чтобы туда добраться, надо будет хорошенько постараться. Даты. 4 июня 1900... Местная охрана правопорядка во главе с нашими агентами устроила ночью парочку облав. Убрали людей из тех мест, куда нам надо. Но народу тут столько, что ничего особо не изменилось. Вчерашняя разведка нашла нам пару домов, над которыми потрудилась эта штука. На вид ничего особенного, такие же развалюхи, как и у всех, но слишком большие изнутри. Очень странное чувство. Стоишь так, держишь руку на стене, а сам осознаешь, что по всем правилам должен быть уже в паре метров за стеной и висеть в воздухе. Генри немного поправился, но какой-то он нервный. Лев вчера с ним переговорил, надеясь, что его труд не пропал зря. Беспокоит меня этот парень. Сегодня слышал, как он сам с собой по рации разговаривал. Сказал ему заткнуться, но не доложил об этом. А, наверное, стоило бы. Как вернемся, думаю, попросить, чтобы его привели в другую группу. Сегодня глубокая разведка. Мы разделимся и попытаемся найти, где же они прячут эту штуку. Мы со львом вытащили короткую спичку, так что придется нам топтать канализацию. Ничего, хуже поверхности вряд ли будет. По крайней мере, не надо будет смотреть на эти пустые и невыразительные рожи. Дата 6 июня 1900... Генри погиб. Мы вернулись только ранним утром. И ничего по рации не слышали из-за помех. Похоже, что радиоволны во всем, что обработала эта штука, сходят с ума. В канализации ад кромешный. Но никаких признаков воздействия объекта. Мы вернулись, и Пол мне все выложил. Генри с Полом исследовали центр города, и там на них напали. Навалилась толпа и уволокла Генри. Пола ранили. Сильно повредили костюм. Так что он отправился к докторам. Генри еще немного покричал по рации, потом сигнал пропал. Пол и еще двое кротокрысов и несколько агентов поломились за Генри. Но через несколько минут тот снова вышел в эфир. Приемник у него сломался на передатчик, пока работал. Один из агентов вел запись и показал ее льву и мне. Может быть мы что-нибудь разберем. Не разобрали. Он бредил и вроде бы был ранен. Говорил о бесконечном сердце города. Стеклянном аду и нес всякий бред. Пол со спасательной командой его искали, но потом радио снова отрубилось. Генри без шлема выбежал на них по одному из шкуродерных коридоров. И вопил как безумный. Пронесся мимо Пола и по пути впечатал в стену одного агента. Он врезался в тупик и просто проломил с собой стену. Вылетел прямо наружу. Пролетел шесть этажей и свалился в какой-то железный мусор. Еще час его оттуда выковыривали. Все, игры кончились. Лев, агент Паркс и я собираем то, что здесь за городских старейшин и лезем в самое дно этой дыры. Дата 07 июня 1900. Допрос провели успешно. Агент Паркс задавал вопросы, а мы обеспечивали то, что он называл отрицательными последствиями за отказ сотрудничать. Первый парень какой-то гопник из Триад. Разговаривать не хотел, перебили ему обе ноги и он стал гораздо разговорчивее. Сказал, что штука зовется строитель. И никто не знает, когда она появилась в городе впервые. Сам он с ней не работал, просто стоял на стреме возле помещения, которое этой штукой обрабатывали. Потом сказал, что больше ничего не знает. И если эта штука нам нужна, надо говорить со старейшиной Лун Венем. Он извинился за гибель Генри и сказал, что так уж устроен мир. Я сломал ему челюсть в трех местах. Лун Вен, наверное, самый старый старикан, которого я когда-либо видел. И воля у него железная. Молча перенес все, что мы с ним делали. Паркс сказал, что потом возьмется за его жену и внучат. И это его разговорило. Он сказал нам, что оно хранится в одной из старейших частей города, каком-то старом храме. Он разросся и сотворил много чудесных вещей. Но взирать на него и не сойти с ума могут лишь достойные. Он сказал, что Генри показали эти чудеса в надежде, что он убедит нас не забирать строителя. Но Генри был недостоин, его разум разрушился. Мы заставили его показать нам, где оно хранится. Лун Вен сказал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Строитель слишком глубоко спрятан. Они поместили его туда, когда прослышали об агентах. Он сказал, что нам его ни за что не достать. Завтра по плану глубокое бурение и без объекта мы не вернемся. 10 июня 19... Давненько тут брожу. Здесь просто удивительно. Поначалу вроде просто храм, который изнутри слишком велик. Интересно, но ничего нового. Потом пошли глубже. Новые залы, алтари. Все воссоздано и переделано этой штукой. Как будто кто-то построил 12 огромных храмов в одном крохотном здании. Агент Паркс поставил пост в главном коридоре и оставил несколько агентов охранять, чтобы никто на нас внезапно не напал. Мы надели костюмы и пошли на дело. Первые странности появились на седьмом часу. Куча коридоров и немного комнат. А потом 83 одинаковые комнаты подряд. В каждой только сдвижная дверь и крохотная статуя Будды на полу в центре. Лев забрал несколько на образцы. Поняли, что что-то не так, когда пришли в точную копию первого зала с алтарем. Только там все было сделано из одного цельного куска дерева. Комната была прекрасна. Не было ни единого шва. Ни одного следа работы инструмента ни на чем. Пол нашел несколько документов. Мы перекинули их по сканеру Парксу. Он сказал, что они относятся к объекту. А теперь он вроде как называется SCP-184. Паркс сказал, что по мере роста помещения 184 перемещали все дальше и дальше. Они думали, что это какой-то божий дар или что-то вроде. Расширяли им жилище. Если люди жертвовали на храм, ну или хотя бы отстегивали той банди, которой этот храм крышевала. Никогда в таком месте не был. Становится сложно передвигаться. Залы становятся странными. Углы подъема необычные. А последние несколько комнат были просто крохотными. По подсчетам Льва, мы должны быть уже метрах в шести над крышами самого города. Дата. 12 июня 1900. Достало меня это место. Вчера дошли до перекрестка. Пришлось разделиться. Мне выпало идти вверх. Но я и пошел. Не знаю, сколько уже лезу. Залы теперь необычные. Они перекошены туда-сюда, словно землетрясение застыло на месте. Все здесь похоже каменное. Втиснулся в боковую комнату, чтобы перевести дыхание. А когда оглянулся, увидел, что все из нефрита. Это правильная окраска, на ощупь все как надо, но из нефрита. Постель, стулья, стол, книги. Все. Сидел на постели два часа, ни о чем не думал. Потом поднялся, разбил нефритовую лампу, которая, наверное, стоит больше всей моей жизни и вышел. Мне нехорошо. Я здесь сам по себе, словно астронавт в открытом космосе. Не похоже на другие места, где я бывал. Так одиноко никогда не было. Утром понимаю, что я в порядке. Это все гибель Генри. Этот гнилой город. И я. Наедине со своими распоясавшимися мыслями. Крата крысов проверяют на стойкость психики. И я эту проверку выдержал с честью. Это все нервы. Я сижу на кресле, сделанном из тысяч крохотных статуэток драконов. Пишу на столе, сделанном из невероятно плотной бумаги. Со мной все в порядке. Дата июнь. Я здесь уже слишком долго. Еда на исходе, вода кончается. Скоро вовсе все кончится. Слышу странное. Кажется, что слышу голоса. Несколько дней уже лежу. Сегодня видел свет. В конце ответвления коридора яркий желтый свет. Залез в коридор и побежал. Выбил дверь. А там комната. Миллионы свечей и все горят. Ну просто еще одна комната. Стянул шлем и разнес все свечки. Разбил оптику. Стяжку на шеерацию. Наплевать. Сидел и плакал несколько часов. Кинул в шахту ломик. Так и ничего не услышал. Как он упал. Едва не прыгнул доставать ломик. Но остановился. Я эту штуку найду. Разнесу на осколки. Растопчу и раздавлю. Дата июнь. Еда вышла. Костюм больше не генерирует еду. Видел коридор с десятью тысячами дверей. Побежал по нему. Разбил несколько и полез выше. Потерял ботинки. Пол на вид как ковер. Из очень острого камня. Порезал костюм в лохмотье. И ноги. Всю шахту кровью залил. Надеюсь ей понравится. Найду эту штуку и раздавлю в кулаке. Ненавижу это место. Все время слышу Генри. Говорю ему, что он мертв. А он не слушает. Я наверху шахты. Коридор к вечности. Повсюду свет. Я убью сердце. Ад это рай. Рай это ад. Жизнь прекрасна. Примечание. Гордон Ричардс пропал во время операции по захвату SCP-184. И считается погибшим при исполнении. МОГД ЗТ-9 захватила объект. Дневник был обнаружен в развалинах храма, подвергнувшегося воздействию SCP-184. Продолжение следует.